Продолжение следует... Значит, в первом разделе сначала пройдемся по презентации. Вот посмотрим теорию консолидации, в принципе, как работать. Поговорим о том, как подготовиться именно к внедрению, к командному внедрению, потому что, как правило, при внедрении управления холдингом две команды или несколько команд со стороны заказчика, со стороны подрядчика, которые выполняют эти работы. То есть пройдемся именно по таким подготовительным основополагающим моментам. Будет рассмотрено несколько моделей, которые будут использоваться при консолидации. То есть трансформационная модель и модель трансляции. Есть еще одна модель гармонизации учета, в принципе, когда дополнительных механизмов по трансляции и альтернативному плану счетов, в принципе, не используется. В принципе, о таком подходе тоже поговорим. Обсудим те механизмы, которые являются подготовительными. То есть чтобы наш консолидационный процесс успешно стартовал и финализировался, в принципе, нужно подготовиться. Поговорим о тех механизмах, о той автоматизации трансформационных корректировок, основных, которые были проведены, реализованы в системе. Обыкроем. Поговорим о процедурах раннего закрытия. Посмотрим на план счетов. План счетов МСФО. То есть если мы с вами идем по трансляции, имеем план счетов альтернативный. Как он организован, в принципе, какие аналитики имеют. Вот это тоже будет рассмотрено. Кратко поговорим об аренде. По аренде у нас есть профильный семинар. То есть, в принципе, можно еще раз к этой теме вернуться и рассмотреть ее отдельно очень подробно. Поговорим о резерве кредитных убытков. Реализация в управлении холдингом имеет ряд особенностей для отражения резерва кредитных убытков. Дополнительные поправочные коэффициенты. Поэтому мы их рассмотрим. Они заслуживают внимания. И, в принципе, обсудим системные механизмы консолидации. Если нет принципиальных возражений, будем двигаться по такому плану. Значит, по организации нашего с вами рабочего процесса. Сначала посмотрим именно презентацию. Потом посмотрим конфигурацию управления холдингом. И в конце, если какие-то вопросы останутся, то есть попробуем их обсудить. Также можно писать нам дополнительно. Будем рады рассмотреть ваши практические кейсы. Как методологические, так и системные. Пишите, пожалуйста. Это приветствую. Кто является участником процесса подготовки отчетности? То есть консолидированная отчетность, отчетность по группе компаний. То есть, в принципе, если у нас одно предприятие, один завод или одна торговая компания, вот этот процесс для нас не актуален. Этот процесс на базе УЩИ по консолидированию отчетности, понятное дело, то есть интересует нас тогда, когда у нас есть какой-то периметр, в принципе, и мы собираем отчетность по нашей группе. Участники процесса понятны. Это наш менеджмент, потому что считается, что отчетность по МСФО там и подготовленная на ее базе управленка, она нагляднее, понятнее, прозрачнее, поэтому акционеры ее смотрят, вот аудиторы ее смотрят, топ-менеджмент смотрят, в принципе, и международные стандарты регламентировать. Что можно сказать в пользу конфигурации управления холдингом? Управление холдингом в автоматизации основных трансформационных корректировок, вот Экруэл, который сегодня будем обсуждать, да, там, допустим, резерв кредитных убытков, вот. В разработке УЩИ принимала участие компания Большой Четверки, аудиторская компания Эрнстен Янг, поэтому, в принципе, методологическая плоскость, на наш взгляд, освещена хорошо, вот, и, в принципе, достаточно гибко, вот, поэтому, в принципе, на это, ну, как минимум, нужно посмотреть и понимать, да, что основные трансформационные корректировки в УЩИ автоматизированы, и можно, в принципе, собирать международную отчетность. Так, участники нашего процесса понятны, да, вот, и, в принципе, управление холдингом, оно является надстройкой, конфигурацией надстройкой, конфигурацией, по которой данные потребляют, и, в принципе, отчетность уже из разных источников, мы ее собираем и предоставляем тем стейкхолдерам, которые ее запрашивают. В принципе, структура компании вот какая-то такая, да, то есть тут схематично изображено, есть у нас там, допустим, завод, есть складское хозяйство, есть транспортный цех, есть трехтинг какой-то, и, в принципе, они возможны, да, то есть там по организации уже технической архитектуры, каждый из этих бизнес-юнитов, да, бизнес-подразделений может использовать свою конфигурацию. Вот чем тут нам ценна УХА управление холдингом? Значит, УХА является таким паучком, то есть агрегирующей сущностью, которая позволяет собрать отчетность по разнородным системам, потому что, если, допустим, наш трейдинг там ведет учет в Excel, а наше транспортное подразделение там ERP, вот, а складское хозяйство на бухгалтерии, да, ну вот ситуация может быть какая-то вот такая совсем разная, то, в принципе, УХА такой программный продукт класса CPM систем, да, System Performance Management, система управления бизнес-эффективностью, да, вот здесь вот как раз и соберет ту отчетность из разного рода систем, это действительно аккумулятор. Ну, вы скажете, соберет хорошо, то есть, как бы, почему же это так ценно? Когда мы будем смотреть именно техническую реализацию, мы там с вами этот момент увидим. На базе УХА можно доступиться, разворачивая тот или иной показатель с детализацией, до конкретного показателя оборотно-сальдовой ведомости, и, в принципе, если настроен доступ, да, то до конкретного документа первичной системы. Что это нам дает? Основная бизнес-ценность вот в чем. То есть, когда мы консолидируем Excel с вами, в принципе, велики риски подлога. То есть, нам дали один Excel, потом, в принципе, бизнес-подразделение какие-то цифры поправило, и, в принципе, там вот аудитор, да, и те специалисты, которые проводят консолидацию, они работают уже с нерелевантной информацией. Если мы консолидируем с вами на базе программного продукта, системного, то мы можем, в принципе, детализироваться до показателя оборотно-сальдовой ведомости и до конечной транзакции в системе источники. То есть, в принципе, консолидируем вот здесь на уровне корпцентра, проваливаемся в базу, которая вот здесь на предприятии. То есть, в принципе, можем посмотреть системную транзакцию, и это основная ценность УСИВ, проверяемых данных. Вот это, в принципе, стоимость программного продукта, там, время, это вздраты проекта, они все будут покрыты, вот, в принципе, когда снивелируются риски подобного рода подлога. То есть, вот, к системе мы обратились, конечную транзакцию увидели. Если у нас интегрированы документы, оборот, посмотрели на первичный документ, который дал такую операцию. И вот, в принципе, все риски и стоимость проекта покрыты. То есть, фрот, подлог, ошибка исключена. Поэтому, в принципе, в этом и бизнес-ценность УХИ и подобного рода CPM-системы. УХА имеет историю, то есть, это программный продукт, который получил в наследие с 1С-консолидацию. Многие вещи, системные механизмы из 1С-консолидации, они пришли в УХУ. Вот, и, в принципе, мы на это посмотрим. Какая может быть структура пакета кооперативной отчетности? Значит, в каждом корпцентре, в каждой материнской компании на самом деле своя. То есть, вот, как правило, основные типы результирующей отчетности, это так называемые пионеры отчета о финансовых результатах, отчета о риблих убытках, его называют, там, АПУ называют, вот, в принципе, балансовый лист, да, отчета о финансовой позиции, кашфлор, отчеты о движении денежных средств, отчеты о собственном капитале. Разного рода раскрытия, да, разного рода примечания к финансовой отчетности. Значит, УХА каких-то ограничений системных, да, мы дальше посмотрим этот момент, на структуру корпоративной отчетности не налагает. То есть, в принципе, если у нас, вот, своя детализация, там, в ПНЛ, своя детализация в кашфлору, вот, и какие-то, вот, раскрытия, в принципе, мы делаем, то система к этому готова. То есть, вот, в принципе, консолидационные механизмы и механизмы отчетности, они у нас с вами таковы, что, в принципе, операнды нужно и можно там адаптировать под любую структуру корпоративного пакета, да. Вот, поэтому, в принципе, когда наступает внедрение консолидации, что тут можно сделать? Вот, приходит к вам команда подрядчика, ну, ее, как правило, нужно ознакомить, да, со структурой отчетности, с графиком составления отчетности, с регламентом закрытия ваших периодов, да, то есть, в принципе, это разные системы, возможно, у вас есть график закрытия по периметру группы, да, рассказать коллегам из автоматизации о вашем периоде, да, то есть, в принципе, вот, гибкий у вас период, какие предприятия входят в этот период, что с ними происходит, какая структура отчетности, какие отборы работают, вот, в принципе, на этапе подготовки, так скажем, к автоматизации корпоративного пакета, вот эту всю информацию нужно подготовить. Также коллегам неплохо, вот, которые будут автоматизировать корпоративный пакет, поделитесь, пожалуйста, информацией, вот, ну, это я обращаюсь к тем нашим коллегам, которые готовятся к автоматизации консолидации с учетной политикой, то есть, чтобы они тоже понимали, то есть, какие системные механизмы используются, какие у вас есть разделы учета, да, то есть, что вообще происходит в учетах, в учетном мире. Значит, зачем с учетной политикой? Смотрите, у нас может быть несколько, вот, мы плавно подходим к тем техникам, да, тем, в принципе, методологиям, которые в ухе реализованы. У нас может быть трансформационный подход и трансляционный подход. Трансформационный подход, это вот выгружают нам оборотки, мы их консолидируем. Трансляционный подход, это когда мы берем некую операцию в учете, да, в учете локальном, да, в бухгалтерском учете и неким образом интерпретируем ее по-другому в международном учете. Вот это, в принципе, расхождение на этапе автоматизации корпоративного пакета тоже надо понимать, то есть, нужен список всех трансформационных корректировок, их описание, потому что, возможно, потребуется не только автоматизация технологии консолидации, но и автоматизация тех корректировок, которые у вас есть, да, то есть, перед автоматизацией репортинговых процедур, да, консолидационных процедур неплохо бы автоматизировать все основные корректировки, потому что это ваши выборки, это ваши раскрытия, вот как мы дальше посмотрим, да, в принципе, вот перед автоматизацией консолидации неплохо бы поработать с корректировками на уровне всего периметра группы компаний. Образец одного консолидационного пакета, мы прекрасно понимаем, что он у каждой группы свой, да, у каждого, в принципе, материнской компании, ход офиса, она его разрабатывается, согласовывается аудиторами, вот, в принципе, он свой, структура плана счета своя, структура раскрытия своя, и, в принципе, управление холдингом, являясь конструктором, да, базисным конструктором, она на самом деле готова к любой модели. Когда ваши коллеги, приходящие в проект, да, автоматизировать корпоративный консолидационный пакет, вот, что им нужно понимать, когда они таблицы такого вида видят? Они будут наверняка проходить с вопросами, как правильно, как грамотно сделать конфигурационное наложение. Вот, допустим, здесь план счетов МСФО, да, то есть там есть план счетов локального учета, план счетов международного учета, и как вот эту информацию интерпретировать в системе. Вот тут нужна, в принципе, командная такая работа, да, чтобы те автоматизаторы, которые эту работу будут выполнять грамотно выполнили конфигурационное наложение. То есть можно пойти с альтернативным планом счетов. Можно, в принципе, если мы говорим о ПНЛ, да, выполнить, в принципе, вот детализацию там по структуре доходов, по структуре затрат. Вот, в принципе, вот на этапе подготовки, чем грамотнее, в принципе, будет выполнена подготовка, чем более глубоким будет наш анализ, тем, в принципе, дальше будет успешнее проект в целом, да, то есть проект по автоматизации. Вот, поэтому всю вот эту вот аналитику, ее нужно детально разобрать и проработать, чтобы решить, из каких системных объектов мы эту информацию можем получить. На самом деле, вот, то, что я сейчас говорю, это банальные вещи, но, к сожалению, очень много пакетов консолидационных автоматизируются без какого-то внятного технического задания. То есть тут, казалось бы, там, ну, вот, комбайн, там, когда 200, никто не пойдет разрабатывать без документации, а консолидационные пакеты, пожалуйста. То есть здесь будет, ну, вот, когда разбираются, да, там, неудачное внедрение, это на самом деле одна из самых частых ошибок, да, когда команды идут, вот, ну, вроде как, вот в agile, да, технологию, а с другой стороны просто не дотянули документацию, да, там, вот, не выписали все, все консолидационные раскрытия и не разобрались с аналитикой. Поэтому, в принципе, на этом этапе проседать нельзя, да, нужно максимально, в принципе, вот, консолидационные раскрытия описывать и описывать именно с трех сторон. То есть, как бы, какой объект системы отвечает, да, откуда мы будем брать источник для заполнения консолидационного пакета, вот, и, в принципе, какой у нас регламент подготовки отчетности, потому что здесь, если у нас период закрывается, а потом перезакрывается, то, соответственно, это тоже автоматизатором нужно понимать, да, то есть там и обмены с этим учетом налаживать, и, в принципе, вот, управление периодом выстраивать, поэтому здесь по ТЗ нужно прорабатывать данный момент глубоко. Значит, какие у нас концептуальные, в принципе, основы, да, для подготовки консолидированной отчетности. Значит, на этапе подготовки к внедрению нужно, вот, в принципе, соблюдать базовые принципы, вот, хорошо поработать с материальностью, да, то есть, вот это тоже хочется разобрать, как кейс, смотрите, вот два таких хороших принципа, характеристики, материальность и сопоставимость проверяемость. Материальность ошибки, вот, в некоторых, там, ну, в принципе, проектах по автоматизации, да, как к ним надо готовиться. На самом деле, если мы что-то импортируем из стороннего программного продукта, вот, и если у нас есть, как, вот, глюки в обмене, да, ну, вот, в принципе, какие-то системные ошибки, то, в принципе, на данном этапе что-то мы можем потерять. Всегда при автоматизации именно корпоративных консолидационных пакетов имейте проверяемую отчетность, то есть, вот, в принципе, те эталонные цифры, это многих спасает, да, когда начинаешь по бизнес-юнитам эту отчетность сверяться, поставлять, то есть, вот, смотреть на цифры, на порядок цифр, да, и вот наш принцип материальности, он на самом деле, вот, в концепте автоматизации, о чем говорит, что мы будем искать, да, там, ну, в принципе, 3 рубля, да, там, 10 рублей, в принципе, или у нас есть, там, плеча 10 тысяч долларов, то есть, в принципе, на этапе внедрения лучше с материальностью отработать каким образом, поставить ее поменьше, вот, все, в принципе, такого рода ошибки выявить, да, то есть, разобраться с ними, понять, что все-таки в программный продукт не подтянулось, ну, для этого, соответственно, иметь сопоставляемые показатели. Значит, по поводу сопоставляемости и проверяемости, смотрите, в УХИ есть такой еще очень ценный механизм, как ЦНСИ, центральная нормативная справочная информация, то есть, в принципе, все репортинг-классификаторы, да, они должны быть централизованы, то есть, статьи доходов, статьи затрат, желательно, номинклатурный справочник, да, там, справочник номинклатуры, для того, чтобы обеспечить нам централизованное администрирование системы, потому что, если в каждой базе статьи свои, то, в принципе, собирать вот такого рода информацию крайне тяжело, поэтому, в принципе, если у вас репортинг-пакет стандартный, да, тиражируемый на весь периметр группы, вот это уже, в принципе, полдела сделано, потому что, если разного рода информация, она крайне консолидируется и приводится к одному знаменателю, крайне плохо. Поэтому, размышляя над концептуальными основами подготовки отчетности, тут вот как раз и нужно продумать, да, какая у нас материальность, вот какую ошибку мы ищем, да, и как мы будем нашу, в принципе, отчетность на уровне локальных, да, там, компаний, на уровне стендалона, как мы будем ее сопоставлять и приводить к одному знаменателю. Хорошую практику автоматизации имеют те компании, которые, в принципе, ну, вот какое-то время до внедрения CPM-системы имеют практику консолидации в том же Excel, да, они имеют статистику накопленную на самом деле, да, вот, это решает вопрос с проверяемостью информации, вот, они имеют централизованные классификаторы, и вот то, что мы будем говорить, в принципе, чуть дальше, они имеют опыт элиминирования внутригрупповых показателей и практику внутригрупповой сверки, вот, поэтому, в принципе, хорошо, если какое-то время, там, группа, периметр работает именно без системы, ну, вот, информационной, да, тем эффективнее система будет внедряться впоследствии. Есть другая практика, когда компания хорошо подготовилась, то есть, в принципе, есть репортинг-пакет, он централизован, есть регламент внутригрупповой сверки, в принципе, и вот это, в принципе, там, проверяемая отчетность, то есть, те цифры, на которые нужно выйти. Вот, такая практика по отрасли тоже есть и, в принципе, неплохо себя оправдывает. Две модели, да, две модели, которые, в принципе, используются в уши. В чем их различия, в чем их плюсы и минусы? Ну, смотрите, моделей на самом деле три. Трансформационная, транзакционная и этап гармонизации. Вот он здесь не указан, в принципе, потому что, ну, в уши не автоматизирован. Вот. На самом деле, подход к гармонизации, это когда мы не выделяем отдельный, в принципе, план счетов, да, отдельную сущность какую-то, и ведем все наши трансформационные корректировки на плане счетов бухгалтерского учета. Что такой подход дает? Ну, такой подход дает, в принципе, то, что мы не будем иметь выборку. То есть, у нас и так, вот, план счетов бухгалтерского учета. У нас там отражены и аренда по ФРС-16, да, и переоценка, в принципе, и запасы с обесцениванием, да, резерв кредитных убытков. То есть, все там, все на плане счетов. Вот. Этот подход к гармонизации, то есть, в принципе, многие компании его используют, да, и он хорошо себя показывает. Это потому что дополнительных каких-то затрат на выверку информации между двумя видами учета, мне предполагают. В управлении холдингом, конфигурации управления холдингом используются две модели. Трансформационные и транзакционные. Трансформационные, почему ее используют, да, в принципе, ну, вот мы сейчас достаточно нейтрально обсудим те или иные там подходы, да, вот, делать вывод вам и, в принципе, строить учет, ну, с учетом этой информации или без нее, то есть, там уже, в принципе, в рамках конкретных внедрений. Трансформация. Трансформация – это когда, в принципе, к консолидирующим специалистам, да, тем ответственным людям, которые консолидацию, собственно, выполняют, механика процесса какая? Выгружают оборотно-сальдовые ведомости и специалисты выполняют консолидацию. В принципе, так работают многие аудиторские группы, так работают отделы МСФО во многих компаниях, то есть, дают какую-то информацию на вход, вот, ее, в принципе, сводят, и вот эта трансформация классическая. В чем плюсы такого подхода? Ну, плюсы такого подхода, что все к ней привыкли, то есть, вот, ко мне приходит некий источник данных, мы его сводим на уровне стендалона, плюсуем, элиминацию выполняем, в принципе, отдельно, и получаем некую консолидированную отчетность. То есть, в плюсе у нас простота, в плюсе у нас, понятно, достаточно, как это делать, вот, и привычность, да, то есть, привычность такого подхода – это все в плюсе. Что у нас в минусе? Смотрите, если нам делают выгрузку, мы эту оборотку втянули даже в автоматизированную консолидационную систему, в принципе, данные могут поменяться, да, то есть, вот, и могут, ну, вот, на уровне оборотно-сальдовых ведомостей, когда производится выгрузка, вот, в принципе, какая-то некая результирующая, мы можем даже там, ну, вот, даже не говорить, что какой-то подлог информации происходил, может быть, даже там невнимательность, может быть, какая-то вот методологию не проработали, не все типы операций войти в такую консолидационную, то есть, таблицу, да, то есть, не такую оборотно-сальдовую таблицу, то есть, не все операции попали, и, в принципе, это достаточно большой пич трансформационного подхода, не все учили умышленно, неумышленно, невнимательно, ну, по разным причинам, да, вот, не могу раскрутить эту информацию до конкретной транзакции, вот это, в принципе, явные минусы трансформации, да, но в плюсе это понятность, простота, то есть, там, наличие наработок у команды, поэтому, в принципе, много, многие на это идут, именно на трансформационный подход. Что еще может происходить, почему выбирают трансформацию именно? Может происходить на самом деле вот что, очень разные объекты, да, там системные объекты, там, допустим, в бухгалтерии одни, в Семерке другие, в Excel там вообще нету ничего, да, поэтому делают уже какую-то вот оборотно-сальдовую ведомость через разнородных систем, да, и выгружают ее для консолидации. Вот это еще один момент. Если архитектура, которая используется в группе, в бизнес-юнитах, она слишком разнородная для гармонизации и для транзакционной модели, да, то есть, слишком разные объекты, чтобы их консолидировать объект в объект. Вот, вот что еще на самом деле может быть. Вот, поэтому, в принципе, идут в трансформационный подход. Следующий подход транзакционный. Значит, в плюсе подхода, большая его прозрачность, однозначно большая прозрачность, да, чем у трансформации. Здесь идет объект в объект. То есть, есть у меня, допустим, документ в богочете, вот в эксплуатацию у меня оборотного актива, я его транслирую, да. Я его транслирую в международный учет, вот взял и транслировал. Вот, в принципе, объект в объект. Более прозрачная модель. И УХ имеет ряд отчетов по системной выверке, что у нас с вами все оттранслировалось, да. То есть, в принципе, это вот такой, ну, более, на мой взгляд, опять же, только мое мнение, вот, не навязываю, прозрачный механизм, да. Ну, самое прозрачное, это, конечно, гармонизация, когда мы каких-то отдельных сущностей, в принципе, не выделили в учете, отразили на счетах бухгалтерского учета. И, в принципе, ведем учет по международным стандартам, да. Не идем в какие-то там отклонения, не идем в выверки, именно ведем в учет. Вот, компании используют разные модели. И трансформацию используют, и транзакцию используют, и транзакционную модель, и гармонизацию используют гибридный подход. То есть, допустим, для одних бизнес-юнитов периода, там, периметра, используют транзакцию, где более-менее похожие объекты, да. Там, допустим, тех, которые не подсоединили к корпоративной учетной системе, там используют трансформацию, берут у них там некие отчеты, там те же оборотные сальдовые, и консолидируют так. В принципе, какая есть без практик, да, хорошая, в принципе, практика. Этот процесс, конечно, ну, в принципе, дорогостоящий, но он достаточно системный. То есть, в принципе, вводить однородный информационный периметр. То есть, если это будет, ну, допустим, одна база, ERP, там будут все группы компаний, ну, конечно, риски большие. То есть, там база разрастется, надо будет ее обрезать, архивировать. Ну, если вот другая крайность, да, там, как это называют айтишники, конфигурационный зоопарк, это другая крайность на самом деле. То есть, когда мы имеем там десятки бизнес-юнитов, все со своей архитектурой, и, в принципе, тогда мы понимаем, что у нас, ну, в принципе, на какую-то одну систему переводить всех дорого. Ну, вот ряд крупных холдингов, они этим занимаются. То есть, унификация архитектуры занимается для достижения, в принципе, более внятных, более прозрачных репортинг-показателей. То есть, в принципе, на заре внедрения вот это нужно обсуждать. То есть, как бы, будет ли те программные продукты, в которых там фактически ведется учет, да, там пересматриваться, как-то архитектура унифицироваться, или, в принципе, вот будем работать с тем, чем есть, да, то есть, это тоже такой вот вопрос на заре внедрения. Вот, если все в одной базе, в принципе, для специалиста по репортингу вообще хорошо, то есть, там минимум обменов, вот, но, в принципе, иногда действительность там делать так не позволяет. Вот это вот, в принципе, основные модели, которые могут быть, вот, основные подходы, вот, и практика гибридна. То есть, в принципе, очень много их смешивает. То есть, вот, конфигурации реализованы гибко, мы на это посмотрим. Организационные единицы. То есть, в принципе, когда мы поговорили уже там вот о репортинг-модели, о плане счетов, еще о каких-то моментах, вот, нам нужно разобраться с периметром. То есть, вот, кто входит в наш периметр и какого типа организации там будут. То есть, у нас будет наверняка консолидирующая организация, у нас будет элиминирующая организация. Вот, часто вопросы задают, что такое элиминирующая организация. Элиминирующая организация – это такая сущность техническая. Туда выводят, в принципе, те показатели, которые, вот, результируют обмен, да, там, наше взаимодействие между предприятиями группы, да, то есть, там, какой-то внутрифирменный оборот туда сбрасывают, чтобы его было по понятным причинам проще вычесть, да, то есть, там, вот, запасами мы обмениваемся внутри, да, там, что-то еще у нас происходит, продажа каких-то необоротных активов, вот. Вот это выводят на элиминирующую кампанию, чтобы, в принципе, когда мы сложим все стендлоуны, да, то проще это было все вычесть, да, с одной элиминирующей организацией. Так, значит, настройка способов трансляции, она, в принципе, гибкая, вот, на уровне карточки настраивается, да, то есть, в принципе, что мы делаем проводку в проводку, то есть, там, корректировки делаем, это на карточке достаточно экипка настраивается. В консолидации, в принципе, используется достаточно много механизмов из подсистемы бюджетирования. Значит, тут вот документ управления отчетным периодом, здесь можно, в принципе, период настроить здесь, можно настроить, там, управление, в принципе, согласованием отчетности, вот, ну, это пришло к нам из-под системы бюджетирования. Но, опять же, все вот эти вот механизмы, там, виды отчетов, экземпляры отчетов, это смежный функционал между консолидацией и бюджетированием, да, то есть, в принципе, системой бюджетирования мы плотно связаны, и управленка может строиться, и строится во многих холдингах, да, на базе, в принципе, консолидированной отчетности. План счетовым СФО. Если мы, в принципе, там, понимаем, что до подхода по гармонизации учета мы далеки, и план счетовым СФО нужно выводить отдельно, да, то, в принципе, неплохо иметь его структуру. Здесь, в принципе, вот, как мы работаем с бухгалтерским счетом, в принципе, по похожим принципам, мы работаем с международным учетом, счету нужно тоже дать именование, показать, какой он там количественный, валютный, в принципе, забалансовый, вот, какие виды субконта на этом счете, и, в принципе, как он сопоставляется, это вот важная штука, с планом счетов бухгалтерского учета, да, международный счет, как он сопоставляется. Почему заводят отдельный план счетов? Ну, очень часто план счетов бухгалтерского учета, вот, жалуются специалисты, что он не содержит там нужной детализации, да, то есть там, вот, вот здесь вот на плане счетов международного учета, ну, можно эту детализацию там дотянуть, да, там, иногда аналитики не хватает, в принципе, вот, разбирая конкретные даже, ну, вот, не отчетность, а раскрытие корпоративной отчетности, можно, в принципе, детально проработать план счетов международного учета. Значит, когда мы идем по пути трансляции, да, на шаблонах трансляции, ну, настраивается детализация какая? Что же мы все-таки транслируем, да, там, показатели ОСВ, показатели, там, РБ-хозрасчетные, вот, или же работаем, вот, счет в счет, да, то есть тут правила, в принципе, трансляции, они настраиваются достаточно гибко, и, в принципе, это трансляция на уровне ресурсов, да, то есть вот сумму, количество мы ее сопоставляем, сопоставляем с определенными отборами, то есть, в принципе, достаточно у нас с вами гибкий механизм, систему заложен. Если мы готовимся к автоматизации конкретных трансформационных раскрытий, да, вот, поговорим сейчас об основных, внеоборотные активы, значит, связан с ЦНСАИ, Центральной нормативной справочной информацией, да, вот УХА, в принципе, этот функционал имеет, имеет функционал заявки, заявка, в принципе, проходит через маршрут согласования, то есть это важно, то есть, в принципе, карточку необоротного актива, карточку номенклатуры можно составить, можно ее, в принципе, подать через вот такую согласовательную кампанию, да, через вот управление ЦНСАИ. Почему это важно в концепте репортинга, да? Если у нас номенклатура заводится хаотично, да, вот, а мы элиминируем, ну, вот, уже на уровне ход-офиса, там, вычленяем внутригрупповые обороты, тут риск искажения ошибки, то есть у нас номенклатуры много, у всех базах она разная, то есть как бы номенклатура имеет дубли, достаточно сложно технически такой внутригрупповой оборот по номенклатуре отследить и, в принципе, внятно его снять. Поэтому вот уха, да, в блоке ухи, есть этот механизм по управлению справочниками, да. Мы подаем заявку, ответственные специалисты от бизнеса смотрят, что подобной номенклатуры, там, допустим, или подобного необоротного актива еще в системе нет. Дальше эта заявка идет по маршруту, допустим, мы работаем вот с неким ключевым справочником, да, там, допустим, номенклатура внеоборотные активы, контрагенты, договора. Вот номенклатуру, как я сейчас разберу. Она приходит к закупщику, к ответственному специалисту по закупкам, он тоже проверяет там по артикулу, по каталожному номеру, что такого дубля в системе нет. Дальше, допустим, если у нас есть технологический корпус, да, они могут, эти специалисты, оценить, что это тоже не дубль, потому что, в принципе, дубль явный по номенклатуре. Система может там обработкой, поиска замены дублей посмотреть, убрать. Неявные дубли требуют контекстной проработки технических служб и закупающих специалистов. Опять же, повторюсь, почему важно рассматривать в этом разделе, потому что, если у нас вопрос централизованного администрирования при репортинге не проработан, то у нас, в принципе, риски вот здесь. То есть номенклатура двоится, статьи затрат доходов двоятся, то есть, в принципе, при консолидации очень, ну, достаточно сложно, в принципе, отработать с элиминирующими процедурами, с какого-либо снятием вот этого всего. Вот, то есть, в принципе, то, что УХА имеет CNCI, большой плюс к УХЕ, да, и к нашим процедурам репортинга, да, к их прозрачности. Внеоборотные активы имеют ряд операций, то есть, там, вот, отвода в эксплуатацию до, там, в принципе, начислению амортизации, модернизации, в принципе, весь цикл жизненной, да, там, внеоборотного актива в компании, он, ну, в УХЕ автоматизирован. Что можно еще в данном разделе сказать, в принципе, интересного? УХА имеет процедуру переклассификации, то есть, допустим, был у нас внеоборотный актив, по каким-то причинам, допустим, просто по стоимостным, вот, хотя специалисты четверки, вот, говорят, что надо больше, там, на сущность смотреть, да, чем на стоимостной порог. Ну, допустим, вот, по неким стоимостным критериям наш необоротный актив не подпадает под определение именно основного средства, подпадает под определение запасов. УХА позволяет делать рекласс, да, реклассификацию, перенос из одной категории в другую, то есть, вот, вот эти моменты можно делать. Вот, в принципе, по необоротным активам достаточно прозрачно все, можно автоматизировать, там, переоценку, это одна из основных таких вот трансформационных корректировок, да, по необоротным активам, загрузить справедливую стоимость, загрузить срок полезного использования новый, да, там, вот, который оценщик нам дал, и уже непосредственно в системе ввести учет по переоцененной стоимости. То есть, по необоротным активам, то есть, тут вот хорошо, что основные процедуры, там, переоценки, оценки, реклассификации автоматизированы. Раннее закрытие. Вот эта вот трансформационная корректировка нам крайне важна до автоматизации нашего репортинга. Значит, почему, ну, вот, предлагаю на ней сейчас остановиться, да, что происходит. Значит, раннее закрытие, наше КРУЭЛ. В крупных холдингах нередко для налаживания, да, там, отношений с контрагентами, с партнерами выделяют фронт-офисы, отделы, в принципе, документального учета, отделы организации учета. Вот, и эти специалисты в ОТСО, там, в ЕРЦ, в централизованных бухгалтериях, они как раз и налаживают изнутри, в принципе, и снаружи, вот этот процесс ЭКРУЭЛ. Что может происходить? Документы нам могут давать позже, чем наше закрытие, да, то есть, вот, в принципе, вот так вот это происходит. Документы дают, там, допустим, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, а, в принципе, вот, закрываемся мы раньше. Если у нас такой подход, да, там, более жесткие требования коорд-центра, и, в принципе, ну, вот, на каком-то административном уровне с работой фронт-офисов, да, там, еще с чем-то, вот, мы эту операцию для себя не сняли, не снивелировали, тогда есть практика отражения данных затрат по методу начисления. Механика процесса какова? У нас есть, допустим, затраты по счетчикам. Вот, мы понимаем, что на уровне договора расценка фиксирована. В принципе, какие-то количественные показатели мы можем там посмотреть по тем же счетчикам, по измерительным приборам, и они достаточно точны. То есть такое бывает, в принципе, с перевозчиками очень часто, да, да, там, когда документы последние декады, там, водители в пути не успевают передать, но вот по какой-то причине, да, там, и организационно мы это не сняли, они у нас с вами не передали документы к срокам нашего раннего закрытия, да, и мы должны эти, ну, в принципе, операции отразить по экруэл, то есть затраты понесены, затраты понесены в этом периоде, период нужно закрыть, документов нет. Почему бухгалтера, в принципе, не идут на отражение операции по методу начисления? Ну, в принципе, не имея первичного документа, очень тяжело показать налоговый кредит, то есть все, в принципе, видят в этом риски, и поэтому вот от отражения по экруэл стараются уйти, то есть вот, и у нас здесь явный диссонанс, потому что затраты сопоставления доходов и расходов в одном периоде, да, период, допустим, у нас апреля, а документы дали, вот, в принципе, в первой, там, декаде мая, мы их отразили в мае, поэтому, в принципе, экруэл хорош для прозрачности, отчетности, для сопоставления с нужным периодом. Как это происходит в системе технической? Значит, мы отражаем операцию там по некому документу, который там, ну, допустим, вот он называется у нас бухгалтерская справка или операции, отражаем это, как правило, на выделенный отдельный счет взаиморасчета в учете, да, чтобы при получении первичного документа оригинала в следующем периоде привести сопоставление его, да, то есть вот, в принципе, как-то так идем, вот. Вот, ну, вот это вот в этой справке, да, то есть что должно быть отражено? Цена, количественные показатели, и, в принципе, ее сопоставляет то бизнес-подразделение, которое, ну, вот эту операцию там ведет, да, то есть вот владеет, понимает. Вот, в следующем периоде получены уже, ну, в принципе, там подтверждающие первичные документы, и происходит сопоставление. Может быть, еще в ухе один момент, когда это внутригрупповые операции, то есть вот они постоянные, они из периода, из период первичными документами не сильно озаботились, и заморочились, и тоже мы их проводим там вот по методу начисления по икру. То есть вот, в принципе, вот так вот. Это основная природа вот этих вот икру у наших в системе, что происходит? Мы отразили начисление операции, да, по методу начисления, и, в принципе, затраты у нас отнесены к тому периоду, в котором они фактически были понесены, мы не исказили отчетность, да. В следующем периоде происходит, чуть-чуть больше покажу, да, сейчас, вот, получение, фактическое получение первичного документа у нас с вами, и обработка по сопоставлению, то есть как бы ранее начисленного икру с фактическим документом поступления, вот, если у нас таких операций много, она позволяет в автоматическом формате сопоставить и подобрать. Вот, начисление было проведено, и вот у нас похожие поступления. Поступление похоже по каким критериям? По контрагенту, по договору, по сумме. Вот, и мы его сопоставляем. То есть вот операция, отраженная по методу начисления, и операция по поступлению. Вот, происходит перенос на основной счет задолженности с поставщиком, и уже при получении первичного документа основания мы имеем, в принципе, право на налоговый кредит себе, поставить эти затраты. То есть такого рода механизм, он закрывает с одной стороны, в принципе, делает наш учет более прозрачным, да, то есть вот мы отнесли наши затраты в периоде их фактического понесения, вот, отчетность мы не исказили. Вот, это одна из процедур таких, да, которые существенным образом повышают прозрачность консолидационного процесса, да, то есть вот у нас и доходы в одном периоде, у нас и расходы в другом периоде, и, в принципе, мы достаточно четко, программно сопоставили их с нужным первичным документом. Значит, резерв кредитных убытков. Ну, резерв, в принципе, сомнительных долгов, резерв кредитных убытков, это синонимические понятия, вот, он автоматизирован, ну, не только в УХЕ, там, во многих проектах такую автоматизацию делают, вот, одна из самых частых, в принципе, там, потребности финансовой службы, да, вот, каждый СИФО просит, там, покажи мне, как дебиторка, кредиторка, она, вот, в принципе, сейчас и с кредиторкой по такому принципу стали работать, как она ранжируется, как она распределяется по периодам, да, что с ней происходит. Поэтому это, в принципе, одно из самых частых, наверное, там, автоматизированных раскрытий. Резерв кредитных убытков в УХЕ, чем он отличается? Он имеет дополнительные, в принципе, поправочные коэффициенты, рискоэффициенты, то есть тут в УХЕ поработали рисковики, то есть вот наши риск-менеджеры. Если мы можем ранжировать, там, в принципе, нашу дебиторку по периодам, по срокам непогашения, да, там, 30 дней от 30 до 60, от 60 до 90, то есть там свыше 180, и начислять, соответственно, резерв. Коэффициенты, которые в УХЕ используются, это вероятность непогашения, то есть, в принципе, вот такой дополнительный поправочный коэффициент тоже его можно вводить и использовать. То есть, в принципе, если у вас аудитор с этим хэппи, то, в принципе, вот коэффициенты поправочные тоже можно их использовать. Что еще есть в УХЕ из таких вот, ну, заслуживающих внимания и инструментов и механизмов? Ну, значит, в УХЕ есть поправка на рейтинг региона. То есть, если мы понимаем, вот мой контрагент, ну, не платит, не платит там, в принципе, свыше 60 дней, но по региону с ним все в порядке. То есть, динамика региона такова, что каких-то сопряженных моментов, чтобы он там мне не платил, нет, да, и, в принципе, вот эту вот в матрицу непогашения не попадает. Вот это дополнительные факторы, которые есть в УХЕ, да, то есть, там статистика платежеспособности региона, вот они используются. То есть, в принципе, их тоже можно использовать. Резерв кредитных убытков также имеет, в принципе, документ отдельный, вот в системе мы его там сможем посмотреть. То есть, этот функционал достаточно нагляден и прозрачен. Еще одна, достаточно часто автоматизируемая корректировка, репортинговая, да, там, трансформационная, это резерв обесценения запасов. Резерв обесценения запасов, значит, вот он имеет такую же историю. В УХЕ автоматизирован NRV-тест, то есть, вот мы сравниваем, если наши запасы оцениваются, мы смотрим там себе стоимость, стоимость продаж, ну, вот ту оценку делаем, по которой наши запасы могут быть проданы, и, исходя из принципа осмотрительности, там оставим себе на баланс наименьшую ИС, чтобы не исказить, да, там стоимость, чтобы не завысить показатели нашей отчетности. В УХЕ, в принципе, автоматизирован NRV-тест, и в УХЕ автоматизирован показатели, вот, нормативной оборачиваемости. Есть еще, в принципе, одна из методик таких интересных, заслуживающих внимания, это показатели фактической оборачиваемости. Когда резерв обесценения, вот, он считается по срокам хранения без движения конкретной партии. Вот, в принципе, на нем тоже есть возможность там его доработать в системе, но вот этот механизм по фактической оборачиваемости не реализован, да. То есть по NRV-тест можно, по, в принципе, плановым показателям оборачиваемости запаса можно, по фактическим требуют доработки. Вот, в принципе, презентацию всем вышлют. Тут, в принципе, на чистововых примерах можно посмотреть, как NRV-тест проводится, вот, какие источники системы используются. То есть, в принципе, корректировка автоматизирована. То есть я на чистовых примерах ее постаралась расписать. Касаемо фактической оборачиваемости, вот, если мы последние от статистики какой-то, да, в принципе, решили это в системе посчитать, как к таким корректировкам подходит. Значит, у нас должны быть в разрезе групп номенклатуры срок охранения, и вот эти вот без движения, да, и вот эти вот вещи должны быть прописаны в учетной политике. То есть есть у меня группа запасов, лежит она на складе без движения свыше года, да, и я начисляю на них 30% обесценения. Вот эти вот вещи и подходы, они должны быть в учетной политике выписаны на уровне математической выкладки, потому что, в принципе, если вот такие корректировки автоматизировать, они именно вот учетного базиса требуют, да. Вот. Многие компании, когда идут в обесценение, начисление резерва обесценивания по фактической оборачиваемости, они совершенно разной процентовкой владеют, да, там, совершенно разными процентами сроком их хранения. Кто-то говорит, будем начислять резерв стопроцентный, если вот оно на складе хранится там свыше года без движения. Вот. Многие говорят, нет, это мой страховой запас, ничего с ним не будет, то есть как бы лежит по срокам хранения и лежит, да, то есть это мой актив, вот, не буду тут начислять резерв обесценения. Поэтому вот здесь как раз и интеграция корпоративных методологов и автоматизаторов. То есть, как бы, когда готовимся к автоматизации, то есть на уровне учетной политики имеем в себе математическую модель, да, то есть как бы, как вот эти вот резервы автоматизировать. Дальше что можно делать? Дальше можно делать инвентаризацию, да, активов на складе. Инвентаризация, она документ, вот, инвентаризация активов подтягивает сроки хранения, да, фактически. Вот. Лучше это делать опционально, то есть на уровне этапа части, то есть смотреть, потому что тут тоже кросс-функциональная, в принципе, вещь, вот, бухгалтер, когда инвентаризацию активов делает, он по-хорошему должен пойти там в производственное подразделение и спросить, да, там того же технолога, того же, наверное, закупщика, начислять ли мне такой резерв, в принципе, или не начислять. Поэтому, в принципе, достаточно опционально это делают. И дальше идет, в принципе, сам механизм расчета резерва. Резервы начисляются на контрсчета, на контрсчета к счету основного запаса, то есть вот у нас есть счет топлива, и контрсчетом идет начисленный резерв обесценения, да. То есть, вот, в принципе, по такому подходу. Если, ну, отдельное внимание нужно, вот, есть компании, которые ведут резерв обесценения запасов, хотят отражать, а имеют, в принципе, средневзвешенный метод списания. Тут надо тоже там понимать, что делать, потому что если резерв считать по фактическим показателям, да, движение партий, то это все партии должны быть, партии должны быть у нас по фифа с вами. Вот, поэтому тут, ну, в принципе, это такая методологическая проблематика, вот что делать, как считать резерв, если у нас запасы двигаются там по средневзвешенной. Вот. Ну, в принципе, вот эти все корректировки, они, почему мы их так долго рассматриваем, потому что, в принципе, они, это все подготовительные этапы нашей отчетности. Если в компании не будет это выстроено, да, там, кроел, когда мы отражаем, когда мы резервы начислили себе, то какого-то, ну, вот, прозрачности, отчетности, да, для менеджмента крайне сложно добиться. То есть, вот, надо понимать, с каким базисом мы работаем, да. Вот, ну, вот эти вот вещи, в принципе, там, неплохо в ухе автоматизированы. Регламентные операции, то есть, ух имеет расчет себестоимости, расчет финансового результата, определение, вот, в принципе, то есть, когда мы всю подготовительную работу делаем, то, в принципе, регламентные операции здесь тоже есть. Отчетность, вот, в принципе, сейчас будем смотреть в конфигурации. Отчетность, она очень сильно похожа на ту, да, то есть, которая была у нас в 1С консолидации, то есть, там, похожие механизмы, похожие правила настройки оперант, вот, система имеет развитие, то есть, ух получила возможность работы с, так называемой, сводной таблицей, с многопериодными отчетами. Это то, что, в принципе, в консолидации не было, вот. Какие, как работает вот-вот в данных, то есть, в принципе, загрузить из Excel можем, там, загрузить из учетной системы можем, то есть, в принципе, по-разному, достаточно преемственные механизмы, то есть, в принципе, с Excel дружит хорошо и с загрузкой модели работает эта система, поэтому, в принципе, здесь есть плюс. Вот, ну, в принципе, по загрузкам оперант тоже очень сильно похоже на то, что было у нас в консолидации, ее доработали, да, то есть, там, то, что говорила, многопериодные отчеты, там, сводные таблицы, то есть, в принципе, обмены поправили, то есть, такой-то продукт с ростом архитектуры, конечно. Вот. Каждый настроенный отчет имеет, в принципе, показатели раскрытия, да, то есть, вот, в принципе, чем хороша консолидация в учетной системе, ну, вот, в системе CPM, да, класса, что, в принципе, мы имеем все показатели раскрытия, мы можем детализировать тот или иной показатель, да, обратно-сальдовой ведомости и дорезультирующей транзакции, то есть, в принципе, вот, ну, как вначале было проговорено, то дырки, вот такие подлога информации, они убираются, да, то есть, там, в принципе, системным таким подходом. Портал внутригрупповой сверки, то есть, в принципе, чем отличается локальная отчетность от корпоративной, да, мы имеем группу компаний, между собой они имеют обороты, да, то есть, какое-то движение и внутригрупповые продажи. И что очень часто происходит, вот, в принципе, ну, вот у меня есть практика работы на внутригрупповой сверки, кто-то у себя на хозообществах, да, иногда не отражает, да, внутригрупповые операции по разным причинам, там, документы не получены, продукция не получена того качества. И, в принципе, если этот процесс не администрировать, да, вот, в принципе, из хед офиса, из корпцентра, то мы имеем большие расхождения между продавцом и покупателем. Организационно, опять же, то есть, как бы, здесь ситуация имеет развитие, то есть, там, делают сверку внутригрупповую, там, по телефону, по e-mail, по каким-то еще, в принципе, технологиям, и, ну, вот эту ситуацию пытаются решить административно. В системе, да, чем может помочь, в принципе, управление холдингом, да, для процесса корпоративной сверки внутригрупповой. На самом деле, вот, все вот эти участники диалога, да, там, всех из общества, они в едином информационном поле. То есть, специалист хед офиса, да, там, корпоративного центра, который, в принципе, может смотреть и за продавцом, и за покупателем, да, в информационном поле имеет, в принципе, понимание, по какой причине та или иная операция не была отражена, да, то есть, вот что происходит, товар в пути, документы не поступили, просто не хотим по какой-то причине, да, то есть, вот, и вот специалист хед офиса, который регулирует, да, внутригрупповую сверку, он на самом деле может принудительно отбалансировать эту ситуацию. То есть, это очень большая беда, когда мы идем в консолидации, имея неурегулирование внутригрупповой оборот, да, то есть, там, вот, в принципе, у одного из общества проведены взаиморасчеты на 10 тысяч, а другого не проведены, но, в принципе, такие ситуации, как правило, там, регулируют по продавцу, да, то есть, там, если продавец отразил эту операцию, то и покупатель должен ее, в принципе, там, у себя отразить. Ну, в каждой компании, в каждой холдинге, там, свои механизмы внутригрупповой сверки и принудительного регулирования внутригрупповых оборотов. Значит, когда это все в телефоне, в эмейлах еще как-то, да, там происходит, вот, то, в принципе, ну, процесс достаточно скомканно двигается, да, и если за кем-то не уследили, то, в принципе, в консолидацию мы идем с неурегулированием сверку, да. Вот, заводя все эти, всю эту информацию в CPM-систему, однозначно все видны, то есть, в принципе, если это ухай, допустим, и бухгалтерия, вот, специалист хед-офиса может посмотреть, что это была за операция, когда фактически там деньги поступили, почему один из сторон не хочет отражать эту, как бы, внутригрупповую транзакцию, да, то есть, это все видно, прозрачно и понятно. И имеется авторский след, то есть, если в портале внутригрупповой сверки, там, специалист хед-офиса, который эту сверку курирует, принял для себя решение, там, принудительно отрегулировать, вот эта операция, она тоже видна, что, в принципе, на уровне материнской компании было принято решение, там, отразить и по продавцу, и по покупателю, там, одинаково, да, вот эту транзакцию. Поэтому, в принципе, ну, вот тут вот так вот, да, достаточно гибко, достаточно все прозрачно, и мы имеем отчет, то есть, как бы, вот акт сверки внутригрупповых показателей, то есть, в принципе, по контрагентам видно, что кому поставлено, что не поставлено, то есть, вот на уровне централизованной, там, CPM-системы эти моменты видны. То есть, достаточно, в принципе, то, что мы войдем в консолидационный процесс неотрегулированными внутригрупповыми оборотами, то, в принципе, нивелируются такие риски. Вот, значит, ну, ТЗ, да, сейчас предлагаю посмотреть, вот, в принципе, саму систему, вот, что есть обзорно, да, там время у нас уже подходит к концу, к сожалению. Так, значит, вот наша конфигурация управления холдингом, значит, вот, в принципе, те подходы, это, сейчас, минутку, вот так вот лучше будет нам видно, значит, вот у нас как раз урегулирование ВГО, то есть, вот, это системный документ, здесь видна сумма расхождения, да, то есть, там, в принципе, неурегулированная, если мы это урегулируем, то вот такой вот документ будет иметь авторизацию, да, то есть, как бы, кто принудительно урегулировал эти групповые обороты, в принципе, по каким причинам, то есть, ну, прозрачность сверки, конечно же, на уровне системы повышается. Вот, отдельный документ сверка внутри групповых оборотов. Значит, ну, УХ имеет ряд подсистем, то есть, консолидация, учет по МСФО, вот, корпоративные налоги и закупки, ЦНСИ, там, управление рисками, то есть, в принципе, полноценная СПМ-система, которая закрывает многие контекстные задачи. Значит, учет по МСФО, давайте посмотрим в системе основные настройки, да, вот, трансформацию, трансляцию, вот здесь, вот, допустим, то, о чем мы говорили, шаблоны, план счетов МСФО, то есть, в принципе, вот, основные вещи настраиваются на уровне параметрии здесь, то есть, вот, в принципе, по финансовым инструментам, по запасам, по претензиям, по закрытию периода здесь, в принципе, основные настройки выносятся здесь. Шаблон трансляции и конкретные трансляции, это вот то, что мы обсуждали, в принципе, с вами, это конкретная операция по типу документ-документ, то есть, в принципе, вот мы видим с вами конкретную трансляцию и есть отчеты, которые позволяют эту выверку делать, так скажем. Так, сейчас хочу показать экземпляр отчета. Смотрите, в принципе, когда мы, ну, вот, подробно проработали консолидационный пакет, да, когда мы отразили экземпляры отчетов, там по нужному нам формату, отчетность – это конструктор, то есть, в принципе, каких-то ограничений, да, там система, в принципе, не навагает, да, то есть, в принципе, с любым пакетом работаем, он настраивается, настраивается по тем параметрам, которые компании нужно, в принципе, что имеет, сейчас вот, расшифровку хочу показать, значит, расшифровка, смотрите, тут виден, вот, в принципе, способ получения, и здесь виден оборотный сальдовая ведомость. Если у нас, в принципе, есть вот так вот, как мы рассматривали уха сверху, как паучок такой, да, там, как агрегирующая сущность, есть у нас система преемники, да, там система источники, прошу прощения, внизу, то, в принципе, при настройке программного импорта мы можем, кроме того, что увидеть здесь отчет, так скажем, да, то, в принципе, провалиться до показателя. Это было и в консолидации, и это сейчас, в принципе, подхватили управление холдингом. Отчетность настраивается, в принципе, всех форматов, которые есть на предприятии, то есть, там, и для подсистемы бюджетирования вида отчетов, и, в принципе, для, вот, консолидационных пакетов. Функционал по видам отчетов, по экземплярам отчетов, он общий. То есть, вот, в учет по МСФУ выведены вот этот функционал, который я рассказывала по дополнительным трансформационным корректировкам. То есть, вот, реклаз внеоборотные активы, то есть, закрытие периода, там, внеоборотные активы по переоценке, по переводу из запаса. То есть, вот эти вот все, в принципе, вещи, они вынесены. Резервы по запасам, то есть, в принципе, все трансформационные корректировки, они выведены. Ну, и консолидация на уровне результирующей, в принципе, отчетности. Ну, во время мы уложились, коллеги, какие у вас вопросы? Так, окей, хорошо. Смотрите, коллеги, презентацию мы с Ириной вышли. Будем рады рассмотреть ваши практические кейсы. То есть, в принципе, если там нужны инструкции, если есть необходимость в нашей методологической проектной помощи, это с удовольствием, пишите нам, пожалуйста. Огромное спасибо за внимание к нашему вебинару. Программный продукт действительно хороший и действительно направлен на повышение эффективности бизнеса при внедрении централизованных корпоративных инструментов. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова